Мы уже несколько раз говорили, что зима, самое время заниматься тюнингом. Но если вы совсем экстремалы, как мы, то тогда делай, опять же, как мы. 20 ноября, вечер, минус 16 с ветром, а мы собираемся поменять подслеповатый свет скайлайна на более мощный. Итак, зимний вечер, ну, к сожалению, не в Гаграх, а мы занимаемся тюнингом. Кто скажет, что это не экстремальная доводка, в того мы метнем снежком. Довести свет японского автомобиля до приемлемого – задача, которую мы не могли решить с покупки скайлайна. Если ближний свет по мощности не дотягивал до некоторых габариток, а дальний освещал дорогу чуть хуже волговского ближнего, тоже не самого ослепительного, то для Японии этого вполне хватало, потому что это Япония, там светло. Россию же некоторые нетактичные иностранцы называют темной. Но не из-за отсталости или грубости, или необразованности. На улицах городов у нас пока еще темно, особенно зимой. Магазин «Автоспорт-тюнинг» взялся помочь открыть глаза скайлайну и предоставил нам на испытания вот такие гипергалогеновые лампы. А так как свет японца, если это можно было назвать светом, нас уже порядком достал, особенно Леху, то этот горячий поклонник взялся поменять ситуацию в корне, прямо не отходя от кассы. С минимумом инструментов – на морозе минус 17 с ветром. И с освещением – с помощью света фар автомобиля «Субару Импреза», опять же любезно предоставленного магазином «Автоспорт-тюнинг». Так все-таки тепло ли тебе, девица? Не то слово, как тепло. Особенно, когда рюки как крюки становятся. И инструментов нет. И, ребята, никогда не покупайте «Ниссан Скайлайн». Потому что если в степи у вас перегорит лампочка, это вам не жучка. По трассу придется хорошо. Итак, вооружившись фонариком, ключом, почему-то на 9.11, и крепким русским словом с тюркскими корнями, поклонник холодного ремонта взялся за дело. И, несмотря ни на что, поменял 4 лампочки за 1 час. И ура! Заработало! Приглашаем книгу рекордов Гиннеса зафиксировать достижение. Ну а если серьезно, свет японского автомобиля, смотрите сами, стал на несколько порядков лучше. И ближний стал светить на положенные 9 метров. И что творится на обочине, теперь видно невооруженным глазом. А дальний теперь все-таки придется менять. На трассе на ближний. При появлении встречи. Ну справедливости ради заметен. Тут настоящие автолюбители могут заниматься таким видом секса зимовой. Или настоящей автомобильной передачей. А вы задайте вопрос в редакцию программы Автодром или Автомикс Челябинской государственной природе компании. Смогут ли они повторить нечто подобное? Да и Топгир вряд ли бы занялся этим. Но еще раз справедливости ради заметен. Для чего мы этим и занимаемся? Ну, пункт там немножко усовершенствуем свой автомобиль с помощью магазина Автоспорт Тюринг. Пункт Б. Действительно. И американцы, и японцы страдают некоторым недостатком зрения. И в данной ситуации что можно сделать? Либо поставить дорогущий ксенон, либо поставить вот такие супер навороченные японские лампочки. Но в поддверии новогодних зимних гонок мы еще кое о чем напомним. Вы можете здесь же увеличить немножко мощность своего штатного вазовского, допустим, двигателя, поставив распредвалы с высотой поднятия 10,65, ну, можно 11,2. Тогда плюс 15 или плюс 18 лошадиных сил. А можно также коробочку перебрать. Короче, время тюнинговаться пришло. А место, где это сделать, вы знаете. Набережная 2. Ну, вот хоть я и в Муаре, но я не с небес спустился. Я с улицы пришел. С морозной, кстати. Надо заметить, что все вышеперечисленные Алексеем вещи от известной тольяттинской фирмы СТК, которая, кстати, занимается подготовкой раллиных машин для различных российских кубков. Здесь еще многое из чего интересного, в том числе и не только для тех людей, которые занимаются тюнингом. Я вот себе нашел, допустим, провода. Провода высоковольтные. На Мазгу 626 старенькую такую, но провода проспортовские. И мне как раз подходят.